Знания о Боге, кто такой Бог. И эти знания очень простые, они доступны любому школьнику или даже ребёнку от пяти лет. И эти знания, они должны, по идее, совершить духовную революцию и привести людей к такому новому обществу, которое будет называться Золотой век. Это общество по предсказаниям также имеется, оно будет длиться более 10 тысяч лет. И в этом обществе новом люди будут жить как в раю. Вот Толик как раз для того и пришёл на эту планету как Бога-человек, как аватар. И принёс и вот это знание, и разную другую информацию для того, чтобы человечество перешло из эгоцентрического мировоззрения в божественное. И наше учение, оно настолько простое, что проще уже и не придумаешь. Оно всего в трёх словах. Такого учения никогда ещё в нашей цивилизации не было. И именно простота учения, она и даёт возможность постичь это учение любому ребёнку. Вот только он начал говорить, уже можно ему говорить о том, что абсолютно всё является Богом. То есть всё, что мы вокруг видим, всё, что мы знаем, всё, о чём мы думаем, всё, что мы чувствуем, абсолютно всё является Богом. Кроме Бога нет никого и нет ничего. То есть и мы сами являемся Богами, и всё вокруг является Богом. Вот это простое понимание в трёх словах «всё есть Бог». Вот это и есть новое учение, которое через столика говорит Бог вездесущий. И иногда я в своих роликах приветствую слушателей, говоря, что вас приветствует Бог вездесущий или всегда вездесущий. Мы Бога не называем никаким именем. То есть у нас Бог, Он безымянный. Потому что Он единственный есть, кроме Него больше нет никого и нет ничего. Нет никаких других богов. И давать имя Богу – это значит ограничивать Ему. Поэтому наш Бог, Он безымянный, бесконечный, вечный, и Он везде и всегда. Поэтому Его как бы главное качество – это вездесущность. Или более точно, мы Его называем «всегда-вездесущий». То есть Он всегда и везде. Он и был всегда и везде, и будет всегда и везде. И кроме Бога нет больше никого и ничего. Все вот эти личности, которые мы привыкли видеть кругом людей или еще кого-то, то это все есть иллюзия, и это есть главное заблуждение. На самом деле мы живем внутри фильма. То есть весь наш мир – это есть фильм, который смотрит сам Бог. А все люди – это просто персонажи вот этого фильма. То есть можно по-другому сказать, обычные картинки внутри вот этого фильма. И ни у одного человека нет никакой своей личной свободной воли. То есть ни один человек не думает, не делает, не шевелит руками. Все делает Бог. И наше учение, если его начать раскрывать более подробно, то оно формулируется в трех основных утверждениях. Значит, все есть Бог, все делает Бог, и Бог все делает идеальным образом. То, что все в мире идеально, это также дает любому персонажу вот этого фильма понимание того, что Бог создал этот мир идеальным образом. Бог – это и есть бесконечный разум. И он настолько тонко организован и функционирует на таких высших вибрациях, что способности этого разума, они безграничны. Бог – он всемогущий. Поэтому с его способностями он может создавать только идеальные миры. Какие бы он творения не создавал, какие бы вселенные, планеты, миры и так далее, все его творения являются идеальными по сути, потому что они настолько тонко организованы и настолько...